в этом видео я расскажу все что нужно знать бас-гитаристам об арпеджио вся основа вся база без которых делать музыки вообще нечего это знание которые будут бессмертные даже через сто лет мое видео посмотрят предки и это будет для них круто это ничего не поменяется это знание просто на века покажу крутейшие упражнения на развитие и понимание арпеджио арпеджио трезвучий арпеджио септ аккордов тому же еще будет специальная инфа по пятиструнной бас-гитаре это аппликатура для пятиструнки и как бонус будет рифачок группы smiths потому что было в комментариях пожелание для тех кто вдруг не знает что такое арпеджио арпеджио это когда ты берешь звуки аккорда не одновременно то бишь гармонически а поочередно поочередно то есть мелодически по моему мнению лучше всех на эту тему высказывался жака пасторио в своей видео школе я оставлю ссылку в описании если вдруг кто-то не видел ее если это так то лучше этот пробел максимально быстро запомнить где он говорит что арпеджио это мощная это великая вещь это мощнейший прием музыкальный и над ним нужно работать и в то же время он считается по мнению пасторио со сложнейшим прием переходим к инструменту первое что стоит запомнить будет полезно запомнить такая базовая классификация сама простая арпеджио бывает трезвучий это простые аккорды первая третья пятая ступень как правило ну бывает секс-аккорды еще исключение если например видишь перед собой например ам ам просто аккорд 3 звуча минорная Ля минор 1 3 5 есть harvesting вам 5 это будет с 5 ступени но три звуча тоже или тамain 6 это будет 6 ступени но это простое трезвучие ну если видишь например m7 это уже секс語 так хunter там будет 7 ступени там уже будет четыре звука или например а m hi m11 к примеру там будеты 7 и еще плюс 4 ступень могта выше Это еще 5 звуков уже. Начну я с арпеджи трезвучий и с четырехструнного инструмента покажу на четырехструнном. Далее будет уже для пятиструнки. Начнем с самого простого, с арпеджи трезвучия в одну октаву. Как водится, будем играть от до мажора и сыграем всю диатоническую гамму до мажор только арпеджи. Но мы не будем двигаться вертикально, а будем двигаться горизонтально для того, чтобы менять позиции, во-первых. Во-вторых, для того, чтобы лучше видеть гриф. Это очень полезное упражнение, оно довольно музыкальное при этом. Значит, первая ступень у нас до. До ми соль, первое трезвучие мажор, так как у нас до мажор. Следующее упражнение, более сложное, это трезвучий септаккордов. Его показывал в своей школе по сторю. И я считаю, что это лучшее, одно из лучших упражнений вообще для бас-гитаристов за все время существования этого инструмента. Одно из самых крутейших упражнений. Лучше просто сложно придумать. Мы играем то же самое в до мажоре, но теперь будет трезвучие септаккордов, мы добавляем седьмую ступень. Смысл данного упражнения в том, что мы играем также диатоническую гамму, только септаккордами и чередуем игру вверх, игру вниз. Соответственно, от первой ступени мы играем арпеджио вверх, от второй ступени мы играем арпеджио уже вниз и так далее. Вверх, вниз и чередуем. Этот придает этому упражнению музыкальность, и его играть интересно. И оно звучит даже почти как музыка. Начинаем. То же самое, очень похоже, только добавляем седьмую ступень. До, ми, соль, си. И здесь ищем дальше седьмую ступень следующего арпеджио. Седьмая ступень следующего арпеджио у нас нота до. Так как у нас на второй ступени играется минорный аккорд, у нас м7 будет. Соответственно, д, м7. Ре минор, малый минорный септаккорд. Вот так вот. Помимо того, что мы развиваем технику, мы развиваем видение грифа, мы учим гаммы, мы учим гриф, мы меняем позиции. И это во всех отношениях круто. Не так давно я наткнулся на видеоролик на ютубе, где бас-гитарист показывает арпеджио, объясняет, как их играть. Все правильно объясняет, но есть одно важное, существенное но. Он показывал в одну позицию. То есть мы играем до мажор также традиционно, но без смены позиций. К примеру, вот так. И так далее. То же самое, по сути, то, что я показывал, но смысл в том, что когда мы играем арпеджио, мы тренируем еще и смены позиций. В этом и заключается вся сложность, вся суть. Ее надо сразу понять. Если ее не понять, то сложно будет дальше как-то нормально, адекватно это все играть. Если не понять суть. Даже по истории в своей школе показывал, вот это очень важный момент, игру арпеджио, когда каждая нота в своей отдельной позиции. Например, он играет такое упражнение. То же самое можно от любой другой ноты. Например, от ноты ля. Суть в том, что человек учит гриф, думает о каждой ноте и развивает технику и смену позиций. И это в противовес тому, что когда мы играем в одной позиции вертикально, даже в некоторых случаях стоит усложнить себя. Хотя в реальной музыкальной концертной практике усложнение неприемлемо. Но в упражнениях можно усложнять себе задачу и играть вот такие вот аппликатуры, которые заставляют мозг думать о всех нотах и менять позицию максимальное количество раз. Эксклюзивная инфа, эксклюзивный контент, арпеджио на пятиструнке. Конечно, все, что я сейчас показал на Fender с четырьмя струнами, можно играть и здесь. Но здесь появляются еще дополнительные возможности, которых лучше и можно выучить сразу, чтобы потом не тратить время. Почему эксклюзивные? Так как большинство, чисто визуально, то, что я наблюдаю, большинство все равно играет на четырехструнах до сих пор и мало по пятиструнке контента. Буду стараться внедрять. Существенный минус четырехструнного инструмента то, что нота ре у нас имеется только на пятом ладу третьей струны. И это самая низкая нота на четырехструнке, имеется на ноте ре, самая низкая. И иногда не хватает жирной ре и пятый лад третья струна это не совсем такой низ, прям жесткий. Поэтому ре не хватает. И многие поэтому и перестраивают на дроп ми и прочее. Но это неудобно, каждую песню перестраивать это очень неудобно. Здесь у нас есть нота ре на пятой струне, это третий лад. Мы построим ре мажор, септаккорды, трезвучие в две октавы по всему грифу. Также диатоническая гамма по всему грифу, но только с пятой струной. Это упражнение довольно крутое. Это то, о чем говорил Пасториус, но просто развитое на пять струн. Играет музыка. Последнее упражнение, которое я сегодня покажу, это применение арпеджио к определенным гармоническим аккордовым последовательностям. Покажу на примере джаза, но можно также к любым аккордовым последовательностям это самому применить уже самостоятельно. К примеру, в джазе встречается часто оборот 2-5. Звучит так. Берем эти же аккорды, только играем их арпеджио. К примеру, упражнение будет так. Си минор, соответственно. В заключении. Сегодня я вам показал одни из лучших упражнений для бас-гитары. Это даже не то, что не скромно, это чистая правда. Это основа арпеджио, основа техники, основа смены позиции, основа видения грифа, выносливости. Лучше упражнение реально найти сложно. Но, есть одно небольшое но. Упражнение на 5-струнной гитары является довольно технически сложным. И для новичка я рекомендую выполнять очень аккуратно, потому что можно уничтожить руку просто-напросто. Забить мышцы и гитару увидеть только через 2 месяца. Поэтому рекомендую относиться к этим упражнениям с осторожностью и выполнять их не пережимать. Затрачивать усилия ровно столько, сколько нужно для того, чтобы звук звучал. Не нужно пережимать руку и делать перерывы обязательно. Потому что на 5-й струне с такими растяжками в районе 3-го лада, 5-го лада, играть довольно сложно. И рука может просто пострадать от этого. На этом сегодня все. Информации было дано очень много. Играть не переиграть. В теме арпеджио вообще можно сидеть годами и постоянно что-то новое для себя открывать. Это очень мощно. Спасибо, что смотрели. Комментируйте, ставьте лайки, репостите. И главное не болейте. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok